Такой познавательный урок не пропустил ни один приглашенный пенсионер. Мошенничество попросту обман пугает пожилых, особенно одинокопроживающих. Как узнать сантехник за дверью или преступник, соцработник или обманщик, готовый поживиться за чужой счет? Как показывает практика полиции большинства городов области, именно население пенсионного возраста и старше чаще всего становится жертвами мошенников. И находятся умельцы, которые не брезгуют деньгами пенсионеров, втираясь к ним в доверие. Не впускать незнакомцев в свое жилище, проверять всю поступившую от них информацию, не сообщать им свои персональные данные. Но персональные данные, сами понимаете, это паспорта, это карточки, либо вам звонят, там на телефон представляются вашим сыном, знакомым и так далее, то есть смски соответствующие к вам, допустим, поступают, чтобы не было такого, чтобы вы перечисляли кому-либо деньги. Мошеннические схемы, построенные на доверии пенсионеров, можно перечислять бесконечно. Сейчас в стране в оборот запущены новые купюры в 2200 рублей. Этот процесс продлится до конца года, а значит, это благоприятное поле для действий мошенников. Кроме того, все чаще в качестве подарков от детей и внуков пенсионеры получают современные гаджеты. И здесь горожан призвали внимательно пользоваться телефоном и интернетом. Очень внимательно относиться к современным гаджетам, потому что, если ты неправильно им пользуешься, можешь нарваться на бог его знает что. Потому что даже в компьютере товарищи, которые выходят на какой-то сайт, тоже очень надо внимательно. Если вы что-то там ищете в интернете... Нередко пострадавшие просто не запоминают даже лица злоумышленника. А потому подобные уголовные дела раскрыть очень сложно. Полицейские уверены, такие занятия пенсионерам пойдут на пользу, чтобы их доверие не превратилось в доверчивость. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!